Телеканал КРТ представляет И в то же время давайте вспомним 11 мая 2014 года состоялся референдум ЛДНР А 25 мая выборы президента Украины Вадим Александрович, не кажется ли вам, что круглые столы национального единства Были таким отвлекающим маневром от этих двух событий От референдума и от выборов? Чем интересна украинская действительность политическая О том, что здесь все не так, как кажется Поэтому мы живем в такой, знаете, в мире иллюзий, которые нам создают И на самом деле под этой иллюзией происходит, как правило, совершенно другое Часто прямо противоположное И поэтому, если говорить о всех мероприятиях О национальной единстве, начиная с поездов дружбы в Крыме И создания Крым То на самом деле, реально, под национальным единством Всегда понималось принятие как жесткой, конкретной идеи, которая ставит одна из участий Украины, ментальных, да, или какая-то политическая группа Национальное единство на моих условиях Да, то есть национальное единство на моих условиях То есть просто никто не добавляет этого На самом деле это все меняет ситуацию На самом деле это не форум национального единства А форум, так сказать, ультиматума Когда мы будем национальное единство осуществлять на тех условиях, которых мы поставим Кто не хочет, тот будет или выселяться там чемодан, вокзал Значит, или, значит, он будет силовым образом репрессирован и помещен в соответствующее ограниченное пространство Но на самом деле, как вот решать этот, если позволите, да Вот конфликт у нас на Донбассе нельзя назвать межнациональным Потому что там реально воюют украинцы Одна сторона их поддерживает Тут, так сказать, они поддерживают наше правительство и международное сообщество Но это и то, и то украинцы Никто против этого не возражает Но это межментальный конфликт Это украинцы, которые по-другому думают Которые точно так же хотят видеть Украину, но в своем каком-то варианте И таких ментальных полей в Украине три И как решать этот конфликт? Я не буду говорить, как военным, дипломатическим, экономическим решать А вот я вам скажу то, чем я занимался и к чему мы пришли На самом деле есть великолепная программа Как решить межментальный конфликт Что самое удивительное, что самое смешное Она на самом деле соответствует европейскому подходу к решению подобного Европейскому подходу Программа эта такая Я имел честь быть участником ее создания Она называется 3Р Первое – это разные Первый пункт Нужно встать и признать абсолютно честно Все вот эти национальные единства Скажут, ребята, мы разные И это хорошо Вот как европейцы говорят Мы все разные, это хорошо Это основа нашей силы Второе – это очень тяжелый пункт Это очень тяжелый пункт Практически это если сделать первый шаг То все остальное можно просто решать Вот этот шаг сделать очень сложно Потому что там говорят Национальное единство на наших условиях Никакие вы не разные Вы выродки Вы с сдвинутыми мозгами Значит, вы не разные Вы просто такие, но плохие То есть больные И второй пункт Если мы признали, что мы разные Тогда нужно сделать важнейшую вещь А то опять же соответствует демократической традиции Мы сказали, что мы равные Разные, но равные И когда мы сделали первых два тяжелейших шага В Украине практически на данный момент невозможные То мы должны следующий шаг сделать Сказать, что, ребята, раз мы разные И равные То давайте поймем о том, что мы родные Вот вам трехступенчатая схема Мы еще вернемся к этому вопросу Всем нам спели песни Даже не братья и не сестры Так правильно Я же тебе говорю, что сделать первый шаг в этой схеме Практически вот у нас невозможно Потому что вот слишком накопилось много Наследия всех этих столов национального единства На наших условиях На чьих-то условиях Субтитры сделал DimaTorzok